Друзья, всем большой привет! На связи снова Олег Дмитриев и мы продолжаем нашу грацию стилей. Сегодня мы будем с вами снова играться с нашим чекбоксом и в этот раз мы будем делать ему такую вот светящуюся тень, что при клике на чекбокс, как обычно, у нас будет появляться вот такая вот светящаяся тень, как ее назвать еще правильнее, и внутри будет еще светиться как раз иконка. Вот такое вот состояние. Типа по аналогии с предыдущим видео, там типа день-ночь. Давайте как раз делаем. У нас уже подготовлен, как по старым примерам, макет того, что у нас есть какая-то первоначальная структура, есть подключен jQuery через CDN и сюда же я еще подключил через CDN, это font-овсен. Тоже обязательно подключите, если вы хотите туда помещать внутрь иконку именно. Вот теперь по стилям. У нас пока здесь только body. Давайте вот по аналогии, как ранее делали, сделаем какой-нибудь тоже контейнер. Внутри у нас будет input с типом чекбокс. И еще рядом с ним должен быть иконка. Иконку мы возьмем вот отсюда. Ну вот, в принципе, у нас уже все готово, только давайте размер поменяем. Вот она наша иконка. Так, окей, поехали стилизовать. Пока отцентрируем, ну как ранее, наш контейнер. Вот это, ну то, что мы как раз делали ранее с этим. Ладно, так, немножко приблизим, чтобы его было хотя бы видно. Так, и поехали играться с нашим чекбоксом. Так, для начала, кстати, давайте возьмем, скопируем полностью. Как я уже говорил в предыдущих видео о том, что если у вас есть какие-то еще input-ы, то обязательно нужно указывать тип, чтобы не попортить другие input-ы. Вот, здесь мы уберем его привычное состояние. Это WebKit Appearance. Поставим на None. Вот, его у нас снова нет. Давайте ему сделаем высоту на 40, ширину на 40, наоборот. Вот, поставим ему border на 3 пикселя, solid и цвет возьмем 6b. Примерно так. И давайте его еще немножко закруглим по 3 пикселя. Окей. Так, теперь давайте поиграемся с иконкой с классом Fa. Давайте ее тоже через Position Absolute. И нам нужно все это центрировать через Flex. Проще сделаем. Так, по центру готово. И Align Items тоже центр. Justify Content Center у нас по горизонтали центрирует, а Align Items Center уже как по вертикали. Вот, а Flex for App это просто что? Ну, линейный. Вот, в принципе, частично готово. Теперь давайте сделаем ему состояние Checked. Что у нас точнее будет происходить при данном состоянии. У нас будет border менять свой цвет на белый. Так, проверим. Да, меняет. Окей. Теперь нам нужен Box Shadow. Box Shadow сделаем на 0.0.10 пикселей. И возьмем на RGBA. Насколько я помню, 33, 156 и 243. Думаю, я верно запомнил. Сейчас проверим. Так, да. Вот видите, вот как раз хорошо, что это сразу заметили. А вот, например, нажимаю на иконку, ничего не происходит. Потому что иконка, она как бы сверху по Z-индексу у нас получается, она перекрывает наш чекбокс. И нам, когда мы выходим за иконочку, мы вот можем кликать. Давайте вот даже сделаем border на 1 пиксель, solid red. Просто проверим. Вот, выхожу за пределы иконки. У нас чекаться на иконку нельзя. Давайте сделаем так, что у нас будет иконочка на Z1 как раз, а чекбокс на Z2. Вот. И все отлично нажимается. У нас получилась иконочка, она как бы сзади там находится. Правда, есть один минус того, что если мы, допустим, захотим вот это вот все покрасить, то иконку видно вообще не будет. Вот. Очень важно, чтобы был прозрачный фон. Вот. Свечение мне, честно, не очень нравится. Давайте его сделаем покрасивее, побольше. Так, здесь мы поставим на 20 и на 30. Так, мы не закрыли. Вот, вот. Сейчас уже получше. И нам надо бы еще, как бы, внутрь тоже было бы неплохо. Так, здесь, значит, убираем. И так, insert, насколько я помню, да. Ну вот, у нас еще как бы внутреннее такое свечение получилось. Так, ну вот, уже, уже хорошо. Теперь давайте сразу напишем класс active для иконки. Мы его потом будем присваивать при клике на иконку. Ну, вы уже видели это ранее, как мы делали. Только здесь у нас будет текст shadow. Ну и будет примерно вот так же. Так, только здесь будет на 1. И давайте поставим ему класс active и просто убедимся. Да, отлично. Так, и еще у нас должен быть color белым. Она у нас при клике тоже как бы оживает. Вот, окей, теперь, как мы уже ранее скрипт писали, того, что мы, ну, при клике на чекбокс, там, присваиваем им значение другому элементу, ну, какой-то класс. У нас получится тоже скрипт. У нас будет ID-шник check. И здесь мы уже этот ID-шник используем. У нас будет состояние клик. Внутри у нас срабатывает функция. Мы это уже все знаем, умеем. Вот, и для иконочки, скажем, с классом FA. Так, у нас иконка с классом FA. А если у нас там несколько иконок, то, конечно, нам было бы лучше вот так вот использовать. Если мы не хотим другие иконки тоже как-то там стилизовать. Так, через toggle class добавляем. Так, мы какой там класс сделали? Active. Насколько я понял. Да. Добавляем класс Active. Окей. Смотрим. Вот. Отлично. Все работает. Хотя, конечно, вот белый цвет у иконочки можно было сделать так немножко темнее, что ли. А то он сильно белый. Вот, друзья, в принципе, у нас опять показывают то, что стилизовать. Чекбокс абсолютно несложно. Это даже бывает интересно. Впереди еще будет много интересных чекбоксов. Я хочу такой еще кругляшок сделать. Типа, мы кликнули на него, он там потихонечку вот так вот начинает крутиться, крутиться, крутиться и до конца как бы доходит. Будет интересно. Вот. Продолжаем нашу грацию стилей. Вот. А пока у нас, друзья, на этом все. С вами был Олег Дмитриев. Понравился видос? Поставь лайк. Пока-пока.